1 июля 10.19 утра. Ил-76 с бортовым номером РА-76840 МЧС России готовится совершить свой второй вылет в Качугский район. Там горят 900 гектаров тайги. Огонь подходит к населенным пунктам. На борту самолета водяной бомбардировщик, так еще называют эту машину, несколько тонн воды. Они должны быть сброшены в самый эпицентр пожара на такой малой высоте, как только возможно, в условиях плотной дымовой завесы. За плечами экипажа 33 боевых вылета. Этот 34-й. Ангара 97-88. Спасибо большое. 10.54 экипаж Ил-76 перестал выходить на свет. Самолет ищут диспетчера в эфире. Ищут в небе, пока еще в небе находящиеся поблизости вертолеты, которые тоже тушили лесные пожары. Поиски ведутся и на земле. Пока безрезультатно. МЧС России начинает полномасштабную поисковую операцию. В Иркутск прибывают лучшие бойцы отрядов Центроспас и «Лидер». На подмогу приходят дополнительные силы из Сибирского регионального центра. К утру 2 июля в операции задействовано более полутысячи человек и 16 самолетов. В аэропорту Иркутска развернут оперативный штаб. Первая группа спасателей вылетает в Качугский район на этом Ми-8, вторая на Ми-26. Отряд Центроспас их почти 100 человек грузит необходимое оборудование и продовольствие. В Качуге лагерь спасателей разбит на бывшем аэродроме. К предполагаемому месту крушения выдвигаются наземные группы. Территорию мониторят с воздуха. Когда наши спасатели попали на гору, мы нашли 20 человек местных жителей, про которых никто и не знал. И мы самое главное узнали, что эти люди последними видели этот самолет. Он над ними пролетел. Они показали направление, куда он улетел. И как они говорят, что они слышали некий хлопок, после чего перестал гудеть двигатели. На сопке, которую указали местные жители, к утру найдут пропавший Ил-76 в трех километрах от населенного пункта Рыбный Уян в Качугском районе. В составе экипажа погибшего Ил-76 были 10 человек. Все крепкие профессионалы. Их тела найдут в течение суток. Церемония прощания на взлетной полосе Иркутского аэропорта, откуда Ил-76 отправился в последний рейс. Затем в спецборту везет погибший экипаж в Подмосковье, туда, где живут родные. В МЧС обещали. Семьи погибших в беде не оставят. Поддержат. Все необходимые меры и решения приняты. Идентификация будет происходить здесь, в городе Иркутске. Прибыли уже специалисты из Москвы. Есть все необходимые расходные материалы. Эта работа организована. Сегодня в Иркутской области объявлен день траура. Разошла трагедия. Это большая потеря для всех нас. Я выражаю слова соболезнования родным и близким. Вся наша команда МЧС России скорбит. Это были профессионалы, люди своего долга. Они шли в бой, защищая жизни, здоровье людей, жителей Иркутской области, Сибири. Это были профессионалы, летчики-спасатели. И они до конца выполнили свой долг. Вечная им память. Спустя два месяца назовут официальную причину. Трагедия произошла из-за ограниченной видимости и высокой турбулентности. Когда закончилось расследование Межгосударственного авиационного комитета, стало ясно, за семь минут до крушения пилоты получали предупреждение о приближении земли. Но снижались, но тушили, спасая жизни людей ценой собственной жизни. Галина Тюрнева. Новости сейчас.